Итак, уже в понедельник Минск встретит пламя мира, главный символ вторых европейских игр. С каждым часом огонь все ближе к столице. Все меньше времени и до старта масштабного мультиспортивного форума. Сегодня же эстафету принял молодечно. 10 известных белорусов, спортсмены, журналисты, артисты пронесли факел по улицам. Уже в 18 часов факелоносцы прибудут в Заславле, один из самых древних городов Беларуси. Останок в маршруте пламени осталось всего ничего, затем еще линия Сталина и Курган Славы, а потом ждем в столице. К настоящему туристическому буму готовы в Гродненской области. Во время проведения вторых европейских игр здесь примут больше 50 тысяч болельщиков и участников соревнований. Это иностранцы, которые пересекут границу. И только по предварительным подсчетам. Самые большие изменения коснулись главной дороги в столицу – трассы М6. Сделали более скоростной и комфортной. Расширили до четырех полос, установили новые знаки, оборудовали парковки и зоны отдыха. Даже для диких животных отдельные миграционные коридоры. Готовят к празднику и сам город. На улицах фигурки лесика рядом подсказки, за каких гродненских спортсменов болеть. А в день открытия игр на главном стадионе областного центра откроется фан-зона. Здесь угощения, развлечения, трансляция соревнований. Помимо этого, буквально через несколько дней мы запустим новое мобильное приложение М6. В том числе англоязычную версию, которое можно скачать во всех доступных сегодня интернет-ресурсах. И тоже получить исчерпывающую информацию о возможностях нашего туристического сервиса в Гродненской области. Чтобы никто из гостей не заскучал, в дни проведения игр готовят много спортивных площадок. Чемпионат Европы по спортивному ориентированию, городской тур по лазер-рану удивить обещают и рестораторы. Уверяют, драниками и квасом дело не обойдется. Продолжение следует...